Димаша запретили показывать на российском телевидении? Грандиозное выступление Димаша на открытии Европейских игр в Минске. Привет, друзья! С вами Музарубка. Недавно было открытие Европейских игр в Минске, где выступал Димаш. Сегодня я хочу с вами посмотреть его выступление, проанализировать вокал и понять, почему же его не показывают на российском телевидении. Димаш великолепно начал свое выступление. Вы, кстати, заметили, что у него пиджак с казахстанским флагом, и какой прекрасный оркестр, какое прекрасное вступление, как-то погружает, как будто в какую-то прям сказку какую-то грандиозную. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, как они здорово разгоняются к припеву, там вступает бэк-вокалиста, там, наверное, хор, мы посмотрим дальше. И как вот, как ритм они сразу разгоняют, развивают. Хочется, блин, послушать, что же дальше будет. Просто посмотрите, какой огромный стадион, какой у него великолепный вокал, у меня аж слезы наворачиваются на глазах. Как он красиво берет, и там еще так ударные здорово сделаны, прям они вот добавляют какой-то эпичности прям моменту. А вот, кстати, нам и показывают хор. Посмотрите, сколько там людей, и все стараются ради одного Димаша. Как он сейчас великолепно взял высокую ноту, было восхитительное вибрато, он еще добавил динамики, сделал это очень громко, это было очень красиво. Вот я сейчас, если бы я не видела картинку, я бы подумала, что это девушка поет, но это поет Димаш, просто восторг. Посмотрите, какой у него прям размах, движение. Наконец-то его показали, потому что там показывают людей, которые выносят флаг. Как он прям стоит, в какой позе, какой у него красивый костюм. Просто посмотрите, какой великолепный вокал. В начале он пел низким голосом, и это был совершенно другой голос, в отличие от того голоса, который мы слышим сейчас. Он поет здесь на октаву выше, вы просто представляете, насколько это высоко, и как он великолепно поет, и справляется с этим. Тут можно просто запланировать вообще просто восторг. Слышим хор, но как-то вот по звуку, как будто там и мужские голоса, к сожалению, нам не показали. Непонятно, думаю, вряд ли, что там только женщины, наверняка там сзади еще мужчины стоят. Посмотрите, как здорово оператор снял. Флаг прям проносится перед камерой, вообще здорово. Какой-то Димаш серьезный прям. Смотрите, как он открывает рот широко. Вот так нужно открывать рот, когда вы поете. Здесь вся песня исполнена в академическом стиле. Это очень красиво и, мне кажется, достаточно популярно, актуально, потому что мы стали забывать академические вокалы, классическую музыку. И Димаш является примером того человека, который возвращает нас в это искусство и снова дает нам услышать, какой великолепный может быть академический вокал. Субтитры создавал DimaTorzok Просто браво! Посмотрите, как он сейчас высоко закончил. Какой у него был жест и как он прям это сделал красиво. Он пошел на крещендо, сделал это очень громко и резко прям оборвал. У него был такой красивый жест, просто великолепно. Я думаю, что все просто пребывают в шоке. Там взрывается зал аплодисментами. Вы просто послушайте, какой это был великолепный вокал. Было использовано очень многочисленное число техник. Вибрато, потом он использовал динамику. Все было на твердой атаке. Потом он пел очень низким голосом. Потом он пел высоким голосом. Это было просто великолепно. И, как мне кажется, Димаша не показывают на российском телевидении, потому что, если сравнивать его вокал с вокалом наших российских звезд, то нашим звездам еще стоит очень долго и упорно работать. Это мое мнение, почему его не показывают на российском телевидении. А как вы считаете? напишите ваше мнение в комментариях. Если ты хочешь больше видео, то ставь лайк и подписывайся на наш канал.